Всем привет! Меня зовут Воротынцева Марина. Я являюсь музыкальным педагогом, логопедом дошкольной организации. Я закончила программу академического обучения Санкт-Петербургского государственного музыкального колледжа имени Модеста Петровича Мусоргского, отдела народных инструментов. Закончила программу бакалавриата дошкольная педагогика и психология Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Закончила программу магистратуры логопедия в образовании и здравоохранении. И в этом видео я хочу разобрать вопросы государственного экзамена по предмету логопедия. Единых комплексных ответов при подготовке к государственному экзамену по предмету логопедия не нашлось в методической литературе и на просторах интернета. Я разработала сама ответы на вопросы к государственному экзамену, собрав актуальную информацию каждому билету. Мои разработки помогли сдать государственный экзамен по логопедии на отлично. Сегодня мы разбираем шестой вопрос из первого раздела «Теоретико-методологические основы профессиональной деятельности логопедия» к государственному экзамену по предмету логопедия. Шестой вопрос. Психолингвистические аспекты речевого антогенеза и дизантогенеза. Логопедия тесно связана с лингвистическими науками и психолингвистикой. Психолингвистика – дисциплина, которая находится на стыке психологии и лингвистики. Психолингвистика изучает вербальное и невербальное поведение. Предмет психолингвистики – это речевая деятельность как специфический вид деятельности. Ее психологическое содержание, структура, вид, формы, в которой она реализуется. Также изучает язык как основной вид деятельности. Речевая деятельность – это совокупность речевых действий, имеющая мотив, цель, средства, способы выполнения, установки и результаты деятельности. Выделяют следующие уровни речи. Фонетический уровень – лексический, грамматический и текстовый. Фонетический – основная структурная единица фонема. Подбор слов, правильное употребление антонима-синонимы, словарный запас входит в лексический уровень. Грамматический строй – связь слов-предложения, слово-изменения, слово-образование. Текстовый уровень – основная составляющая, из чего состоит текст. Дискуссионный – это дискусс. А дискусс – это всегда какое-то сообщение. В схеме Льва Семеновича Выгодского, внутренней психологической организации процесса порождения речи, на первом месте стоит мотивация. На втором месте порождения речи стоит мысль, на третьем – опосредование мысли во внутреннем слове, четвертое место – опосредование мысли в значениях внешних слов, реализация внутренней программы, на пятом – опосредование мысли в словах, акустика-артикуляционная реализация речи. Лев Семенович Выгодский выделял следующие планы движения – мотив, мысль, внутренняя речь и внешняя речь. Различал внешний, физический и семантический, то есть психологический план речи. Мотивация является первым звеном в процессе порождения речи. От мотивации, от потребности человека зарождается мысль. Единицы речевого мышления Лев Семенович Выгодский считал значение слова. Он также выделил внутреннюю речь, то есть речь для самого себя. Внутренняя речь реализуется впоследствии во внешней речи. Движения от мысли к слову происходят в виде превращения личностного смысла в общепонятное значение. Во внешней речи проявляется взаимодействие грамматической и семантической, то есть психологической структур. Переходной структурой от семантического плана к внешней речи является внутренняя речь. Основываясь на структуре речевого процесса, описанной Львом Семеновичем Выгодским и Алексеем Алексеевичем Леонтьевым, выделяет следующие операции порождение речевого высказывания. Мотив, мысль или речевая интенция, внутреннее программирование, лексическое развертывание и грамматическое конструирование, далее моторная реализация и внешняя речь. Всякое речевое высказывание порождается определенным мотивом, который обуславливает возникновение речевой интенции, мысли. Мотивация порождает речевую интенцию, то есть намерение, направленность, сознание, воле, чувство, индивида на какой-либо предмет, в нашем случае на предмет речевой деятельности. Замысел, в свою очередь, трансформируется в обобщенную смысловую схему высказывания. Происходит выделение темы и ремы будущего высказывания и их дифференциация, то есть определяется, о чем надо сказать предмет высказывания или его тема. И что именно надо сказать о предмете, либо о ситуации, о факте или о явлении окружающей действительности, то есть ремовысказывания. Следующий ключевой этап порождения речи – этап внутреннего программирования. Процесс построения некоторой смысловой схемы, на основе которой порождается речевое высказывание. Следующим этапом речи по рождению является этап лексика грамматического развертывания высказывания. Этот этап можно, по мнению Алексея Алексеевича Леонтьева, соотнести с переходом от плана внутренней речи к семантическому плану. По мнению Льва Семеновича Выгодского, заключительным этапом является этап реализации во внешнем плане, во внешней речи. Этот процесс осуществляется на основе реализации фонационной, артикуляционной, ритмико-слоговой и темпоритмической автоматизированных программ внешней реализации речи. Процесс порождения речи по мнению психолога-врача-невропатолога Александра Романовича Лурия включает в себя следующие этапы. Первый этап – мотив, второй этап – замысел, третий этап – внутренняя речь, механизм, превращающий внутренние субъективные смыслы в систему внешних развернутых речевых значений. Четвертый этап – формирование глубинной синтаксической структуры. И пятый этап – внешнее речевое высказывание, опирающееся на поверхностно-синтаксическую структуру. Ирина Алексеевна Зимняя, советский психолог, выделяет три основных уровня процесса речи по рождению. Мотивационно-побуждающий, формирующий, формирующий с двумя подуровнями – подуровень смыслообразующий и формирующий. И реализующий. Татьяна Васильевна Охотина различает три уровня программирования речи – внутреннее, то есть смысловое программирование, грамматическое структурирование и моторная кинетическая организация высказывания. Им соответствуют три операции выбора элементов высказывания – выбор семантических единиц, единица смысла, выбор лексических единиц, которые комбинируются в соответствии с правилами грамматического структурирования, и выбор звука. В условиях речевого дизентогенеза, то есть в условиях нарушения речевого аппарата у детей, при акустико-фономатической дислолии недостаточно различают акустически сходные звуки. В результате в собственной речи таких детей имеются замены и смешение звуков. При сенсорной аллолии также отмечаются грубые нарушения на перцептивном уровне, обусловленные органическим поражением зоны верники. Не происходит различения акустико-артикуляционных признаков звуков. Дети не могут установить фанерный состав. Также в условиях речевого дизентогенеза, в условиях нарушения речевого аппарата у детей, при дислолии, дезартрии, ринололии, заикании, нарушается этап реализации высказываний во внешней речи, по мнению Ирины Алексеевны Зимней, или этап моторного программирования по Алексею Алексеевичу Леонтьеву. При артикуляторно-фономатической дислолии, пишет Гриншпун Борис Моисеевич, нарушение звукопроизношения можно соотнести с уровнем моторной программы синтагмы, на котором происходит кинетическое программирование и выбор артикуля. Татьяна Васильевна Ахутина говорит, что у ребенка усвоены все артикуляторные позиции, необходимые для производства звуков, но при отборе звуков принимается неправильное решение, что приводит к смешению звуков. При аллолии и афазии нарушается языковой этап продуцирования речи. Так, при моторной аллолии происходит нарушение этапа грамматического структурирования и выбора слов по форме или грамматико-семантической реализации внутренней программы. У детей сохранен этап мотивации, но этап языкового оформления грубо нарушен. Речевая деятельность реализуется в таких видах, как говорение, слушание, письмо и чтение по мнению Ирины Алексеевны Зимней и других. Эти виды речевой деятельности выступают как основные виды взаимодействия людей в процессе вербального общения. В процессе восприятия речи, восприятие – это означает слушание, в процессе слушания речи, а восприятие речи – сложный и многомерный процесс, две ситуации восприятия. Первая ситуация – первичное формирование образа восприятия, вторая – опознание уже сформированного образа. Восприятие речи осуществляется благодаря не только речи, но и другим высшим психическим функциям. По мнению Алексея Алексеевича Леонтьева Зимней и Охутиной, модель восприятия речи включает этапы. Этапы – сенсорный этап, то есть биологический слух, позволяет слышать высказывания собеседника. Перцептивный – этот уровень включает звенья как акустического, то есть слух, так и кинестетического, то есть жесты, анализы звуков слова и его кинетической организации. Поэтому из звукового потока выделяются слова и реже словосочетания. Третий этап – лингвистический или лексико-грамматический, обеспечивает понимание предметного содержания на уровне значения. Слово идентифицируется как знак языка, слова дифференцируются по значению. Выделенные слова удерживаются в оперативной памяти, устойчивые словосочетания. И психологический этап – на данном уровне происходит понимание смысла, скрытого смыслового подтекста, установление мотива речи говорящего, восприятие и анализ интонационного и стилистического высказывания, сопоставление его с жестами и мимическими реакциями, говорящими и тому подобное. Речевая деятельность связана со многими другими видами деятельности. С какими? С предметно-манипулятивной деятельностью, то есть связь с развитием речевых функций. Ребенок говорит о том, что делает, и придумывает новые игры, которые включат в себя словесную составляющую. Вторая деятельность – это игровая деятельность, связь с развитием речевых функций. Дети учатся общаться, выражать свои мысли и эмоции через игру. Учебная деятельность – она связана с получением новой информации. Ребенок учится слушать, понимать речь, также излагать свои мысли, делает выводы, допустим, на занятии или на уроке в школе. Профессиональная деятельность – это связь с общением в рабочей команде. Это также понимание инструкций, которые задают взрослый, понимание задачи, которые ставит взрослый, и объяснения. И пятая – изобразительная деятельность, связь с интерпретацией и описанием своих произведений. На этом заканчивается ответ на шестой вопрос из первого раздела, который звучит как психологический аскепт речевого антогенеза и дизентогенеза. Для того, чтобы ответить на государственном экзамене по предмету логопедия на «Отлично», такого ответа будет вполне чем достаточно. Очень будет хороший ответ и хорошая отметка, если вот это всё рассказать на экзамене. До новых встреч!